Здравствуйте! В эфире городские новости. Инакева хорошеет на глазах. Облицованные плиткой дома в центральной части города выглядят опрятными и нарядными. Новый музыкально-цветовой фонтан радует инакевцев в жаркие летние дни не только свежестью водных струй, но и великолепием красок и мелодий. Усиленно ведутся работы по изменению облика площади Ренина, аллеи героев. Строится целый игровой городок в микрорайоне Горняк. Только вот долго ли будут тешить инакевцы сверкающие фонари, разноцветные брызги фонтана, новые скамейки, карусели, качели? Неестественно. Сегодня местная власть сломает голову, как сохранить для горожан созданные для их же благ объекты, как уберечь их не только от покрывающей город ржавой шапки промышленных выбросов, но и от жителей с призрачным намеком на воспитание. Ведь культура поведения некоторых горожан хромает на обе ноги. Практика показывает, что есть в нашем городе и такие индивидуумы, в которых в графе основные навыки нужно было бы отметить. Гну дорожные знаки, крушу лавочки, вырываю урны, неравнодушен к крышкам канализационных люков и так далее. Разрешительных фантазий вандалов не имеет границ. Вот и возникает вопрос, как спасти город от подобного рода деградирующих элементов. События, произошедшие 30 июля, можно отнести к разряду не поддающихся здравому смыслу. Двое инакивцев, работников металлургического завода, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили немножко покуражиться и не придумали ничего лучшего, чем померяться с силой с кафельной плиткой на фасаде дома номер 95 по проспекту Ленина. Позже, оправдывая свои хулиганские действия, один из участников правонарушения сказал, что таким способом он вымещал злость по поводу получения маленькой заработной платы. И это, к сожалению, не единичный случай и, увы, не единственное место, где на фасаде дома разбита новая плитка. Из-за повышения температуры воздуха с целью сохранения дорожного покрытия ограничено движение по дорогам города большегрузного транспорта массой свыше 24 тонн. На автомобильных дорогах для транспортных средств, попадающих под ограничения, установлены временные дорожные знаки. За передвижением тяжеловесов организован постоянный контроль. За повреждение дорог, вызванные движением с нарушением запрета, виновные будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом. Как пояснили сотрудники ГАИ, временные ограничения обусловлены тем, что при высоких температурах асфальтобетонное покрытие под воздействием повышенных осевых нагрузок транспорта деформируется, что приводит к образованию дорожных мятин и сдвигов. В результате дорожное покрытие несет внушительные потери. Кроме того, создаются вполне реальные угрозы безопасности дорожного движения. Поэтому ежегодно издаются постановления об ограничении движения автотранспорта в летнее время. Прошли все выходные в центре города, произошел вопиющий случай. Неизвестные вандалы позарились на детскую площадку в сквере имени Ткаченко-Петренко. О произошедшем в сюжете Юлия Орела. Некоторых жителей города возмущает недавно установленный вокруг фонтана собор. Но из его наличия он желающий поконукса в воде стало значительно меньше. Отсюда напрашиваются лодки. Чтобы как-то сохранить все благоустроенные уголки города, необходимо огораживать либо забором, либо колючей проволокой, либо установить пост милиции, чтобы не допустить проявления удаля молодецкой. А пока все места отдыха и развлечения не огорожены, и наши хулиганы продолжают их усваивать. Так, к утру молодые мамочки обнаружили разбитые лавочки, разбросанные урны на детской площадке в сквере имени Ткаченко-Петренко. Возмещению женщин не было предела. Коевики в городе что-то для детей сделали. И что, за три года сначала поломали те качели две, вот эту карусельку, а теперь дошли до того, что лавочки ломают, разоряют все, что можно. Одну из лавочек вырвали с корнем и разворотили мусорные бетонные урны. То, что было глубже закопано, просто поломали и части досок забросили на зеленую лужайку, где гуляют детвора и может пораниться. Конечно, в момент азарта это меньше всего заботило вандалов. Пока ведется следствие и опрашиваются свидетели, правоохранительные органы не могут дать комментариев. Но будем надеяться, что виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Жалко детвору покуситься на детский оазис, который в нашем городе по пальцам можно пересчитать. Только поломали! По сведениям службы 101, за прошедшую неделю в нашем городе произошло 6 пожаров. К счастью, на этот раз все огненные происшествия обошлись без человеческих жертв. Так, 27 июля из-за неосторожного обращения с огнем на улице Гагарина сгорел сарай, 5 кубических метров дров и 3,5 тонны угля. В этот же день короткое замыкание стало причиной пожара в поселке Казачий. Загорелся автомобиль ВАЗ-2112. Затем огонь перекинулся на жилое помещение. В результате автомобиль сгорел полностью. Кроме того, пострадало 20 квадратных метров кровля дома. Также сотрудникам МЧС на прошлой неделе дважды приходилось выезжать на тушение подожженных неизвестными сухой травы и мусора. Енакиева облетела радостная новость. В городском роддоме родилась Тоня. Рождение ребенка не только радостное событие, но и ответственное. А если молодая семья в одночасье пополнился с тремя мальчиками, то и забот и ответственность увеличилась в три раза. Однако мамы маленьких мужчин, 20-летняя Юлия Коваленко, трудности не пугают. Ведь рядом с ней любящие и заботливые помощники. Первая на помощь пришла ее мама, которая в один день стала бабушкой трех замечательных мальчишек, Ильи Тимофеевна. Встались в стороне и городские власти. Кроме подарков для малышей, которые от исполкома вручил молодой маме заместитель городского головы Валерий Николаевич Пономаренко, для новоиспеченной многодетной семьи по поручению мэра города Сергея Жоржевича Рухадзе подготавливается новое жилье. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем как маленьким, так и большим представителям фамилии Коваленко крепкого здоровья и счастья. И напоследок еще одна неприятная новость. К сожалению, некоторые наши сограждане, решив гулять так гулять, забывают обо всем законах, в том числе и моральных. 2 августа группа бывших военнослужащих ВДВ отмечает День воздушно-десантных войск, в состоянии алкогольного опьянения решили освежиться в городском фонтане. Не держала молодецкость пессии и ограждения. Молодцы, сопровождающих дамы, сигали воду прямо через забор. И так вошли в раз, что дежурирующему возле фонтана работнику милиции пришлось вызывать подкрепление. Самое обидное то, что пьяные голубые береты так и не поняли, что День ВДВ еще не повод для свинского поведения, а крылатые фразы «после нас хоть потоп» не повод для гордости. Сегодня бригада специалистов занимается устранением последствий бурных гуляний ВДВшников. Каким будет наказание разгулявшейся десантуры, мы сообщим в ближайшем выпуске. До свидания. До новых встреч.